Дневник Иволги готов подвести итоги третьего дня молодежного форума. На Мастырковские озера сегодня прибыли несколько почетных гостей. Это летчик-испытатель Василий Григорьевич Работа, личный тренер президента Юрий Голубев, а также заработал конвейер проектов Нина Ванина со свежими новостями Иволги. Третий жаркий день на фестивальной поляне начался с очереди за грантами, вернее, с шансом за них побороться. Технолог из Самарского политехнического Арсения Стрюкова с проектом на Иволге впервые, но считает, что в своем направлении инноваций в пищевом производстве конкурентов у нее нет. Инновации она внедряет в технологию хранения фруктовых смесей. Я создаю полезный и вкусный напиток, который будет радовать людей со здоровым образом жизни. Моя компетенция научная от изучения антиоксидантов позволяет мне сохранить в конечном продукте как можно больше вот этих вот самых антиоксидантов, полезных веществ. Конвейер проектов и работает по аналогии. Кто-то еще стоит в очереди, а некоторые уже консультируются у экспертов. Андрей Морозов из Ульяновска пустил военные технологии в мирное русло. Предлагает строить мобильные аэродромы для малой авиации две недели и самолет можно посадить в любой местности. Мы предлагаем перенести этот опыт, который использовался во время войны в Афганистане, в условиях ограниченности территорий, именно уже в гражданское русло. То есть, например, вот чемпионат мира, да, у нас через три года, не во всех городах есть? Да, мы создаем грунтовый аэродром. Да, вопросы комфорта, вопросы терминалов и аэропортового обеспечения оставляют желать лучшего, но главное это то, что мы сможем доставить людей. Кого доставлять и кто будет строить? Вот с какими параметрами надо определиться в первую очередь. В любом проекте нужно искать очень точное и конкретное интересанта. То есть, понимать, что аэропорты нужны нефтяным компаниям, но нефтяные компании сами их не проектируют, они это дают соответствующей проектирующей строительной организации, и нужно заходить в них. Ты сам и присловили, да, цели, задачи, целевая аудитория? Совершенно верно. Нужно очень четко таргетироваться. Рабочая бизнес-модель только тогда работает, когда вы совершенно четко определили именно того, кто вытащит деньги из кармана и положит их на стол. Новый день и новые гости Юрий Головев попотеть заставил даже президента. Он принимал зачеты ГТО и у Дмитрия Анатольевича Медведева и Владимира Владимировича Путина. Ну турник 15 раз, говорю, зачет отлично, вот и все. Так же и Владимир Владимирович. А теперь рассказывает, как воспитать силу воли участникам спортивной смены. Чувствуется энергия, потому что все приезжают за делами конкретными, а не просто погулять, там, как в пионерском лагере. Знаете, как здесь люди серьезные, ответственные. И я хочу сказать более того, что это как золотая валюта и запас. Так вот все здесь, кто есть, это вот наша опора нашей страны. Еще один эксперт сегодняшнего дня – летчик-испытатель Василий Григорьевич Работа. Героя СССР готовиться к выступлению необходимости не было, просто рассказывал о жизни, работе и людях, которые были рядом в разное время. То, что в меня вложили, вот эти люди, мои предшественники, я постараюсь выложить, так сказать, от своей молодежи. И даже в кое в чем, в тех вот новаторствах, которые были, по моему мнению, не доделаны нами и так далее, думаю, молодежь подхватит, в конце концов, мы будем иметь какой-то прогресс. Нина Ванина, Александр Ерофеев, Новости губернии, Смустрюковских, Озер.